Здравствуйте! Вы смотрите Вести КамАЗа. А значит, у вас есть 15 минут, чтобы узнать о самых значимых событиях на Камском автогиганте. В студии Павел Михно. И Ксения Чернильцева. Коротко о главном. Теперь кадры на КамАЗе будут готовить под ключ. Открылся УТК. Последний элемент в этом процессе. Отдых от работы и учебы, а еще и лечение. Программа «Мать и дитя» открывает сезон 2019. Об этом проекте заговорили на федеральном уровне. Заводчанки отметили первый день рождения. Последний элемент цепочки. На КамАЗе был торжественно открыт комплекс, который стал замыкающим звеном в новой корпоративной системе подготовки кадров. Первым ее элементом был многофункциональный центр прикладных квалификаций машиностроения, который уже успешно работает под потребности КамАЗа. МЦПК дает базовые знания и навыки более чем по 100 профессий. Новый учебно-технологический комплекс, в свою очередь, даст умение в соответствии с требованиями и технологиями производства по ключевым заводским профессиям. Как будут готовить персонал для работы на современном производстве, в нашем репортаже расскажут руководители автогиганта. Учебно-технологический комплекс площадью 1800 квадратных метров расположился на заводе двигателей. На сегодня реализовано все, что было заложено в проект. Он, как и МЦПК, создан в рамках проекта реинжиниринга под названием «Производственный персонал». С созданием УТК, учебно-технологического комплекса, а еще ранее многофункционального центра прикладных квалификаций, мы решаем задачу стандартизации обучения. Образовательная площадка оснащена всем необходимым современным оборудованием. Рабочие смогут отшлифовать здесь все технические приемы, используемые на сборке КамАЗовского автомобиля. При необходимости освоят и смежные операции. Краткосрочные курсы производственно-технического обучения будут проходить как новый, так и действующий персонал. УТК развивалась с нуля с участием производства. Я думаю, что УТК – уникальная вещь во всем мире. Нет ни одного производителя тяжелых автомобилей, у кого такое бы было. В строительстве и создании данного учебного комплекса участвовали все подразделения КамАЗа. Поэтому, пользуясь случаясь, я хотел бы сказать слова огромной благодарности за слаженную микрофункциональную работу, которая дала вот такой результат. В новом учебном комплексе также планируется обучать студентов, направляемых на практику на автогигант. УТК будет взаимодействовать с корпоративным университетом, МЦПК, колледжами, Комитетом развития производственной системы КамАЗ, научно-техническим центром компании, департаментом качества и, конечно, заводами. Идею проекта и его реализацию уже высоко оценил руководитель республики Рустам Миниханов. Тагир Закиров, Михаил Матвеев, Вести КамАЗа. На этой неделе президент республики Рустам Миниханов посетил набережные Челны с рабочим визитом. Первой точкой, куда отправился глава Татарстана, стали производственные площадки КамАЗа, где ему рассказали о реализации новых проектов. В частности, главе республики показали открывшийся учебно-технологический комплекс. А уже в городском Доме творчества детей и молодежи прошло заседание горсоветам, посвященное итогам развития в прошлом году. Но перед этим президенту республики продемонстрировали разработки местных компаний и предприятий, в том числе и автогиганта. Ученики школы номер 30 разработали стартап-проект по повышению производительности труда на заводе двигателей. По словам авторов, они улучшили показатели за счет перебалансировки трудоемкости и устранения временных потерь. Достичь таких результатов удалось, например, и за счет специального стула для рабочих. Здесь специальные инструменты для хранения, чтобы ему не надо было каждый раз ходить за деталью, а мог просто наклониться, взять необходимую деталь и продолжать свою работу. Этот проект был разработан в рамках сотрудничества КАМАЗа и учеников школы номер 30 по бережливому производству. Помимо стула, школьники предложили еще один способ экономии времени. Время цикла человека, который находился на подсборке, было меньше, чем времени так-то. Он успевал и подсобирать, и доставлять. А для этого была разработана спецтележка. КАМАЗ также принимает предложения от студентов техколледжа и КАИ. Так, два проекта внедрены на заводе двигателей, один на заводе запасных частей, а четвертый готовится для автомобильного завода. Еще один стенд, который заслужил отдельного внимания – работающая молодежь Челнов. Треть участников – это сотрудники КАМАЗа. Ежегодно они проводят более 70 мероприятий. КВН, Спартакиада, форум – в единстве нашей силы. Такая общественная организация уже существует 17 лет, где неравнодушные молодые люди из представителей работающей молодежи ведут такую работу общественную. И это лишь часть достижений, которыми может гордиться КАМАЗ. Из года в год на заводе внедряют новые технологии, обновляют оборудование, благодаря чему автогигант остается лидером по производству грузовиков не только в стране, но и занимает высокие позиции в мире. 50 лет КАМАЗу – это событие для города. 100-летие ТАССР – это тоже большой праздник, который мы хотим провести достойно. К 50-летию КАМАЗа готовятся грандиозные проекты, задача которых – сделать рывок в развитии не только предприятия, но и города в целом. Свою лепту в их воплощение вносят и сотрудники автогиганта. Виктория Евсеева, Эльмира Гайнудинова, Дмитрий Кравченко. Вести КАМАЗа. В санатории профилактории КАМАЗ заехала первая в этом году смена сотрудниц автогиганта. Мамы вместе со своими детьми смогут здесь бесплатно поправить здоровье и отдохнуть по специальной программе «Мать и дитя». Санаторий находится в лесу среди многолетних деревьев. Кстати, в этом году в учреждении провели ремонт, обновили оборудование, поэтому отдыхать здесь стало еще приятнее. Социальная программа «Мать и дитя» давно полюбилась сотрудницам КАМАЗа. Это неудивительно. В санатории профилактории созданы все условия для хорошего времяпрепровождения. В комнатах есть все необходимое. В столовой сбалансированное четырехразовое питание. Для отдыхающих организована развлекательная программа. Но самое главное – внимание уделяется лечению. В этом году мы приобрели прессотерапию, новые аппараты именно для профессионального использования. Это новые современные аппараты для магнитотерапии. Мы основательно подготовились в этот раз к заезду «Мать и дитя». Мы немножечко логистику лечебного блока перестроили, ремонты чуть-чуть сделали, оборудование новое приобрели. Отдохнуть и подлечиться могут сотрудницы автогиганта вместе с одним ребенком. В возрасте от 4 до 14 лет бесплатно. По желанию, заводчанка может взять и второго, но за дополнительную плату. И эту возможность используют многие мамы. Предполагается, что в санатории профилактории от КАМАЗа будет 7 заездов. Это 127 путевок. Пришла первый раз с двумя детьми. Пока все нравится. Гормят очень хорошо. Принимаем лечение. Я отдыхаю в санатории КАМАЗ уже второй раз с ребенком. Первый раз я была в 17-м году со старшей Александрой. В этот раз я с младшей здоровьей. Шарики и массаж мне нравятся. Больше всего. Нравится мне здесь все. В санатории профилактории планируется открыть новую грязелечебницу и приобрести дополнительное физиооборудование. Главная задача медперсонала – оказать качественную помощь сотрудникам КАМАЗа и их детям. Маргарита Кузьмина, Эльмира Гайнудинова, Михаил Матвеев, Вести КАМАЗа. Для добрых дел повод не нужен. Если у тебя отзывчивое сердце, тебе не безразлично, что происходит в родном городе. Если есть силы и возможность помочь, не раздумывая, присоединяйся к активистам КАМАЗа. Для одних проект «50 добрых дел» – это возможность найти друзей и единомышленников. Стать частью обширной программы празднования 50-летия автогиганта. Для других – новый этап жизни, начало долгого пути по дороге добра. Куда он ведет, расскажет Екатерина Романова. Водитель-испытатель автомобильного завода Евгений Яныков не любит сидеть без дела. И всегда откликается на призыв о помощи. Особенно, если дело касается малышей. Я активный человек, и душа просится помочь людям. Тем более, до малюток. Это одна из лучших идей, которую я когда-то знал и видел. КАМАЗ молодежь, КАМАЗ молодцы. С Евгением согласны и остальные активисты, которые в один из морозных вечеров пришли после работы в Челнинский дом ребенка, чтобы от чистого сердца помочь с уборкой снега. Уже много лет мы уже работаем с молодежью КАМАЗа. Вот в этом году была такая необходимость. То есть мы вчера позвонили, в течение суток уже на наш отзыв отозвались, пришли сотрудники молодежи КАМАЗа. Очень инициативно работают, молодцы, конечно. Всего лишь день потребовался активистам, чтобы организовать десант добра и прийти на помощь детям. Оповещение проходит в социальных сетях и группах, специально созданных для проекта «50 добрых дел». Активисты у нас абсолютно все. Вся молодежь, которая работает на КАМАЗе, у нас готова ко всем нововведениям. И нет распределений между рабочими, РССА-ми, руководителями. То есть здесь в этот момент объединяются абсолютно все. Все готовы, все чувствуют себя одной большой, дружной, слаженной командой. Это было 17-е доброе дело с момента запуска проекта. Впереди еще много работы, а также сюрприз для коллег, который Кирилл вместе с соратниками намеревается преподнести всем автовладельцам. Мы надеемся, что до конца зимы мы успеем сделать еще одно доброе дело – почистить автомобили на стоянках всех заводов. Екатерина Романова, Дмитрий Кравченко, Вести КАМАЗа. В этом вопросе красота не главное, скорее наоборот. Речь идет о скворечниках. Все тонкости строительства домиков для птиц постигали учащиеся инженерного класса 30-й школы под чутким руководством молодежи КАМАЗа. Напомним, инженерные классы – новая модель партнерства между муниципалитетом, автогигантом и КНИТУКАИ. КАМАЗовцы и школьники уже доказали эффективность такого союза. Вот и в этот раз, как всегда, дружно взялись за выполнение очередной, правда, не совсем обычной задачи. Какой домик обязательно приглянется пернатам, узнала наша съемочная группа. Наставниками этой творческой работы стали активисты молодежного КАМАЗовского проекта «50 добрых дел», приуроченного к 50-летию компании. Ребятам предстояло создать синичники – домики для мелких птиц, синиц, мухоловок, грехвосток и других. Это те ребята, с которыми мы очень любим работать, которых мы часто встречаем на мероприятиях, на экскурсиях. По решению даже производственных задач они у нас уже проявляли свои таланты. Инженерные специальности по-прежнему остаются трендом нового века. И политику КАМАЗа в вопросе целенаправленной подготовки кадров активно поддерживают учителя. «Когда своими кадрами мы будем обеспечивать свои производства, это будет совершенно здорово». Будущие инженеры смело взялись помогать птицам решить квартирный вопрос. К заданию подошли со всей серьезностью. Во время встречи наставники рассказали, какими должны быть деревянные апартаменты, чтобы их облюбовали пернатые жители. Классический вариант – домик из необструганных досок. Поэтому яркий кабинетный экспонат выполненный для конкурса и привлекший наше внимание птицам не подойдет. «Его я больше сделал для красоты. Внутри должна быть необработанная поверхность для того, чтобы птички смогли забираться и спускаться. Потому что если будет гладкая поверхность, они не смогут залезть». Оценить хендмейн школьников птицы смогут в марте, когда КАМАЗовская молодежь разместит 10 получившихся птичьих новостроек на деревьях. «Птицы будут довольны такому новому дому, поэтому можете себе похлопать. Кристина Маматова, Михаил Матвеев, Вести КАМАЗа». КАМАЗовскому проекту «Заводчанки» исполнился год. Его первый выпуск был опубликован 14 февраля 2018 года. На праздники, которые отмечали в Русском драматическом театре «Мастеровые», собрались более 40 участниц. И не только они. Изначально никто и не думал, что проект окажется настолько успешным, и о «Заводчанках» заговорят по всей стране. Почти у каждого подразделения КАМАЗа есть своя героиня в проекте, и у некоторых уже не одна. На этом празднике побывала и съемочная группа программы «Весть КАМАЗа». Они словно сошли со страниц глянцевых журналов. Красивые, целеустремленные и успешные. Только такие сотрудницы работают в подразделениях КАМАЗа и его дочерних предприятиях. Все они участницы проекта «Заводчанки». Первый раз я у вас в чулнах. Да, я немножко волнуюсь на самом деле. Такое нестандартное для меня мероприятие, если честно. Решили создать такой проект, который покажет и предприятие, и его людей. Рассчитывали на успех, но на такой большой не рассчитывали. На самом деле мы думали, что, может быть, надо будет остановиться на первом, втором, десятке. Но народ стал просить больше, устраивать конкурсы, публиковать календарь. В проекте «Заводчанки» девушки прямо на работе на один день перевоплощаются в модели. С ними работают визажисты, парикмахеры, фотографы и операторы. Берут интервью. Я первый раз в жизни давала интервью, первый раз в жизни участвовала в фотосессии. Ну, очень все понравилось. Фотоистории работницы «Автогиганта» собирают многотысячные просмотры и комментарии в социальных сетях. А девушек узнают. Такому успеху позавидовали мужчины, работающие на КАМАЗе. И родилась новая идея. Может быть, завтра будет проект уже «Заводчане». Ребята, вы не возражаете? Будем думать о том, что, может быть, это тоже показать. Потому что ведь не только девушки работают, у нас есть еще и ребята, молодые, красивые. Но это пока только в перспективе. А пока самые красивые «Заводчанки» получили приятные презенты, фото некоторых из них украсила календарь. За год в проекте «Заводчанки» приняли участие 44 сотрудницы КАМАЗа и его дочерних предприятий. Задача организаторов – довести эту цифру до 100 в честь 50-летия «Автогиганта». Алсу Валеева, Эльмира Гайнудинова, Михаил Матвеев, Вести КАМАЗа. В эту пятницу праздник, 8 марта. В стране выходной. Поэтому спешим поздравить наших прекрасных телезрительниц с Международным женским днем, с наступившей вас весной и наступающим праздником. А наша следующая встреча состоится 18 марта в 18.00 на телеканале Челны ТВ. Этот выпуск «Вестей КАМАЗа» для вас провели Ксения Чернильцева и Павел Михнов. Всего доброго. До свидания.